МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на ТВ 21+. С вами Элина Шагенова. На это лето для учащейся молодежи Мурманской области создано больше трех тысяч вакансий. Статистику привел министр труда на оперативном совещании в правительстве региона. Лидерами по количеству предложений трудоустройства стали Оленигорск, Мончегорск, Печенский округ, Зато-Островной и Зато-Видяево. Благодаря проекту «Работа» рядом, организованного по поручению губернатора Андрея Чибиса в 2020 году, дети старше 14-ти могут найти полноценно оплачиваемую занятость на лето. Приоритет отдан подросткам из семей мобилизованных и участников СВО, сиротам и оставшимся без попечения родителей, ребятам из многодетных семей. Они участвуют в озеленении, благоустройстве территории, простых ремонтах, прибирают помещения, доставляют лекарства и продукты. Получают за это зарплату в размере МРОД с учетом районного коэффициента. По итогу 2024 года рекомендовано главу муниципальных образований организовать церемонию награждения несовершеннолетних, по итогу летнего приема и в соответствии с приемными муниципальными актами. Проект настрелован, проект важен, проект интересен ребятам. И самое главное, что, как отмечают все, это первый реальный полный трудоустройство. Чтобы каникулы не казались детям и взрослым монотонными трудовыми буднями, разработана культурная программа на все три месяца. Какие праздники отметят в регионе летом и где можно посмотреть полное расписание, рассказали в правительстве области. В летние месяцы наибольшее количество северян планируют привлечь к велосипедному спорту и легкой атлетике. Трассы проложены в Мурманске, Колите, Риберке, Дальних Зеленцах, Кавдоре и на полуострове Средний. Форматы соревнований отличаются разнообразием. Это забеги в пижамах, вдоль моря, ночные гонки, по сложным маршрутам и с большими перепадами высот. 23 июня отмечается Международный Всероссийский Олимпийский день. Мурманск-Голубец присоединяется к празднованию. Новооружская надежная города Голова состоится также свое открытие Олимпийского дня с участием серебряной призерки летних олимпийских игр в Афинах Ларисы Павловой. Для самых крупных участников будет координация «Рядка» с чемпионом, после чего для волшебного лиданства катического забега на дистанции 500 метров. Также для детей будут работать интерактивные площадки. Также каждый сможет присоединиться к спортивному движению во время празднования Всероссийского дня физкультурника и ежегодной декады здорового образа жизни – спортивные каникулы Заполярья. Календарь летних мероприятий можно посмотреть на сайте Комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации Мурманска. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране. Пока школы и другие учебные заведения пустуют без воспитанников, в помещениях проводят ремонты. Руководство Мурманска проверило ход работ в детском саду номер 50 на улице Новое плато. Там за ближайшие месяцы установят сразу три детские площадки и новое освещение территории. Во дворе детского сада номер 50 начался ремонт. Подрядчик демонтировал старое оборудование игровых площадок. Сейчас выравнивает территорию. Подрядчик планирует завершить работу к 1 июля. Достаточные ресурсы у него имеются для этого. И 1 июля, я думаю, мы приедем, проверим, все ли действительно так, как нам сегодня показали на проекте. Многие новые элементы рассчитаны на детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении открыты 7 групп компенсирующей направленности. Здесь 109 детишек, они с ограниченными возможностями. Поэтому очень важно здесь было именно сделать для них все наиболее комфортно. То есть и будут две новые детские площадки и одна новая спортивная площадка. Еще будет освещение по всем современным нормативным требованиям. Ремонт проходит по проекту «Мурманск на волне детства». Участок давно нуждался в обновлении. Детский сад воспитал не одно поколение ребят. Естественно, мы очень рады, что мы выиграли в данном проекте. Нам помогали родители, инициативная группа. И хочется сказать всем огромное спасибо за поддержку. В этом году коллектив отметит 55-летие учреждения. Сейчас здесь действуют 22 группы для ребят разных возрастов. Педагоги делают акцент на экологическом воспитании с учетом особенностей Кольского края. Лада Егорова, Юрий Монаков, ТВ21+. Первая детская поликлиника приглашает молодых родителей на занятия. Врачи объяснят, как ухаживать за малышом до трех лет. Развеют мифы о беременности и родах. Такая учеба будет полезной тем, кто только планирует пополнение семьи. Как записаться, узнаете в следующем сюжете. Когда у Евгении родилась первая дочь, девушку захлестнули вопросы. Любая тема, например, прикорм, таила несчетное количество тонкостей. И знакомые давали противоречивые советы. Ответы нашлись в кабинете здорового ребенка. Со второй дочерью трудностей было уже меньше. Занятия для молодых родителей и тех, кто готовится ими стать, проводят медики. Они объясняют изменения в теле и психике матери. Показывают приемы для массажа. По словам специалистов, за помощью активно обращаются и мужчины. Ведь, несмотря на обилие информации в интернете, сложно найти что-то стоящее и достоверное. Интернет – это прочитать и понять. А именно попробовать руками сделать – это именно у нас в кабинетах. Причем сейчас такая практика заведена, что мы самостоятельно даже обзваниваем родителей и приглашаем на эти занятия. Кабинет здорового ребенка работает круглый год. Записаться можно по телефону, который вы видите на экране. Или на сайте поликлиники, перейдя по QR-коду. Кирилл Гребняк, Максим Чинкин, ТВ21+. В утреннем шоу ТВ21 «О мой блог» продолжается проект «Быть мамой». Цикл сюжетов рассказывает о возможностях, которые открываются перед северянками, принявшими решение стать мамами, и о поддержке, которую оказывает им регион. Уже завтра эксперт программы, врач-эндокринолог и диетолог Зули Попова объяснит, как выстроить сбалансированный рацион в период беременности и кормления, и почему есть нужно не за двоих, а для двоих. Эндокринолог и диетолог с многолетним опытом Зули Попова поможет молодым мамам наладить питание. Для восполнения суточной потребности в кальции – 3-4 ежедневных порции молочных и кисломолочных продуктов. Развеет известные мифы. Общемировой научно доказанный факт – диета, кормящим мамам и беременным, не нужна. И расскажет о денежных выплатах, на которые могут рассчитывать северянки. К слову, в Мурманской области эта категория людей может получить социальную поддержку. Не пропустите шоу «О мой блог» завтра в 7 утра на ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте 3wtv21.ru, на нашем ютуб-канале и в социальных сетях «Водноклассниках» и «Вконтакте». Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Заполярье на 10 июня по данным Мурманского гидромедцентра. В Кандалакше температура воздуха повысится до 12 градусов. Будет дождливо. В Умбе также прогнозируются осадки плюс 12, плюс 14. В полярных зорях около 12 градусов со знаком «плюс». Захватите с собой зонд. В Апатитах в среднем плюс 12 – осадки. В Кировске столбик термометра показывает плюс 9, плюс 11. В Кавдоре также сегодня временами дожди плюс 12. В Манчегорске плюс 11, плюс 13 – осадки. В Лавозере температура воздуха поднимется до 14 градусов. В Оленигорске около 13 градусов выше нуля. В Никеле прогнозируются временами дожди плюс 14, плюс 16. В Заполярном около 14 градусов со знаком «плюс» осадки. В Североморске температура воздуха повысится до 18 градусов. В Мурманске плюс 16, плюс 18. Захватите с собой зонд. Это были новости на ТВ 21+. С вами была Элина Шагенова. Берегите себя. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова